Женский день бывает не только в бане, но и в тюрьме. В исправительной колонии номер 7 ежегодно в канун Дня матери к осужденным приглашают их родственников. В этот раз 7 человек, мамы, сестры, дочери решили посетить своих любимых, находящихся за решеткой. Трогательная встреча, инструктаж и небольшая экскурсия по зоне. Такие мероприятия рассказывают офицеры на пользу и осужденным, и их родственникам. Это имеет огромное положительное влияние на наших осужденных. Для родственников осужденных наших это является, как вам сказать, подтверждением открытости нашей системы. То есть они могут воочию увидеть, как наши осужденные содержатся, какие условия содержания, в каких условиях они отбывают наказание. В комнате психологической разгрузки проводят групповые занятия по адаптации в колонии, по подготовке к жизни на воле, решают проблемы. Здесь осужденные женщины часто рассказывают специалистам, как скучают по своим матерям. В это помещение попадают все осужденные, прибывшие в колонию. Оно тоже часть экскурсионного маршрута для родственников. Это отдельный отряд, в котором они находятся до 14 дней. То есть за время нахождения именно в карантинном отделении осужденные проходят медицинский осмотр и знакомятся со всеми представителями администрации. Здесь, в отряде облегченного содержания, условия самые лучшие. В этих уютных комнатах живут те, кто зарекомендовал себя с лучшей стороны. Эти осужденные готовятся к смягчению наказания, условно-досрочному освобождению или переезду в колонию-поселение. Мамы отметили, что далеко не у всех на воле такие хорошие условия жизни. Я хотела изначально, чтобы она посмотрела вообще на то, как я здесь нахожусь, на все условия содержания, и чтобы у нее была какая-то визуализация места, где я пребываю. Она говорит, что условия созданы для нас достойные. То, что, в принципе, по бытовым условиям, по питанию, по трудоустроенности, ну, несмотря на то, что, конечно, мы не в санатории находимся, но все хорошо. Оксана в колонии номер 7 обосновалась надолго. Срок ее заключения – 10 лет. Эти годы женщина решила прожить с максимально возможной пользой. Сейчас работает на швейном производстве, даже сверхурочно выступает в клубе. У сотрудников колонии Оксана на хорошем счету. У мамы-пенсионерки денег она не просит. Если получает чуть больше, перечисляет зарплату семье. А жизни здесь что вы рассказываете? Ну, о том, что, как бы, вообще, какая я на самом деле, там, общительная, везде участвую, что работаю. У меня, как бы, мама, бабушка у меня больная, она не может двигаться. Ну, а мама – вот единственный человек, который меня поддерживает, который приезжает ко мне. В столовой мамы могли попробовать то, что ежедневно едят их дочери, убедиться, что они сыты, что питание сбалансированное, а условия достойные. От харчей из колонии посетительницы не отказались. Официальная часть программы завершилась концертом. Выступления для гостей подготовили осужденные, которым родственники приехать не смогли. Танцы, душевные песни и стихи. Лейтмотив концерта – благодарность мамам, которые не отказались от дочерей, приступивших закон. Все свое, никуда не денешься, нет. Не собираюсь отказываться, как откажешься. Жалко, все равно, вот я сейчас приезжаю всегда, в тяжелом сердце. Отсюда, когда приезжаю, все равно уже на душе тяжело. А так за нее я спокойна, вот так, где она живет, вот в этой, на этой, бле, в чем. Все нормально, я спокойна, все хорошо. После концерта осужденные их мамы смогут попить чай с тортом, обсудить наболевшее и, конечно, посплетничать. Семья, разделенная преступлением, наказанием и колючей проволокой, в этот день снова вместе. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова